В холодной Астане зацвели тропические растения – банан, кумкват и апельсиновые деревья. Увидеть такое чудо можно в оранжереях ботанического сада. Там побывала моя коллега Гульмира Жензакова. На улице Минуса в ботаническом саду зреют бананы растениям чуть больше полугода, но за это время они выросли почти вдвое и уже упираются в крышу. Всего в оранжереи три сорта. Сейчас ждут первый урожай. А ведь в списке самых холодных столиц мира Астана на втором месте. Бананы, как правило, это трава гигантских размеров. И это на территории Казахстана, это, наверное, первый случай, когда в ботаническом саду начинают плодоносить бананы. И в будущем мы будем получать урожай. Всего в оранжереи более двух тысяч растений, в том числе из других стран. Каждый новосел перед посадкой прошел тщательный осмотр. Ведь один зараженный экземпляр может погубить весь сад. Все нынешние питомцы здоровы и уже несколько раз цвели. В том числе цитрусовые. Это экзотическое растение кумкват или золотой апельсин. В Астану цитрус привезли из Испании. Он плодоносит каждые полгода. В оранжереи всегда плюс 24-29 градусов. Содержать в должном виде уникальные коллекции растений удается за счет грантовых проектов от Министерства образования и науки. Некоторым видам представленным здесь более 100 тысяч лет. Этот, например, на земле еще со времен динозавров. Это живое ископаемое растение, самое древнее растение. Мы говорим это в ботанике реликт. Реликт, который пережил различные эпохи, различные времена. И сегодня мы его можем видеть, допустим, у нас в условиях оранжереи. В будущем в ботаническом саду планируют открыть теплицу. Там будут массово разводить экзотические растения, чтобы каждый житель столицы мог приобрести настоящий тропический фрукт, не выезжая за пределы Астаны. Гульмира Жанзакова, Даурин Зарипов, МИР24. Оранжерея создана с использованием современных технологий. Там работает специальный климат-контроль. Содержание комплекса обходится почти в 360 тысяч долларов.